Всем привет, это Камертон Трэш. Ну идите сюда, мои хорошие. Давно не виделись. Сидите сюда, у тебя обнимающиеся, какие у нас щечки, какие прыщи. Стой, 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 сиди, не дергайся, дай давану, дай давану. Блин, за роспись как чушка ходит, честное слово. У нас, похоже, намечается небольшой марафон из серьезного пацанского рэпа. И никакого значения не имеет, что исполнитель женщина. Женщины тоже мужчины, но только они плохие президенты. Встречайте МС Анюта с клипом на песню Google. Очарую последний раз, чтоб на память остала. Обними покрепче, мне этого не хватало. Стоп, 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 стоп. Я, конечно, понимаю, что, возможно, акцентирую внимание не на тех вещах, о которых стоило бы вонять в первую очередь, но дама на качелях определенно сосалась с младенцем. Если вы считаете, что у меня проблема, можете пересмотреть, она сосалась с младенцем. Любой на моем месте вставил бы сюда шутку про тесака. Любой. А я нет. Любой на моем месте вставил бы сюда шутку про Мишу Маваши. Любой. Цените меня. Цените меня. Ну, ну, цените меня. Я однажды уйду, ты даже не заметишь. Я такая одна, меня никем не заменит. Будешь искать в меня вечность, но ты не найдешь. Даже гугл не поможет решить этот вопрос. Я однажды уйду, ты даже не заметишь. Я такая одна, меня никем не заменит. Будешь искать в меня вечность, но ты не найдешь. Даже гугл не поможет решить этот вопрос. Вот этот конкретный кусочек вызвал у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, Анюточка, если ты говоришь, что ты незаменима, ну как он может не заметить твоего отсутствия? Ну серьезно, ребят, ну давайте уже ознакомимся с базовой лексической грамотностью. И еще вопросик. А Google случайно не знает, что мне делать вот с этим? А то вот, понимаешь, ты спела и вот раз, ушенька, здесь прям вообще похлестанула, как ни о чем. Вы пока посидите, я пойду отмою. Реклама. Новые леденцы со вкусом 134 статьи Уголовного кодекса «Малолетка». Леденцы-малолетка. Соси детей. Непонятно, разве друг другом дышит? Не слышно. Утро с вещами в порогу. Хочешь, проведи меня глазами с балкона. Я могу комментировать все, что угодно. Я могу задаться вопросом, почему ее рот не попадает ни в единое слово. Я могу спросить, почему на ее столе лежат ее же диски с драком Альфоем на обложке. Но мне жалко ребенка. Ребят, серьезно, мне очень сильно жалко ребенка. Посмотрите, как эта баба его держит. Она просто держит его за горло. Кто так держит детей? Она держит его как рестлер, блин, захватит. Ну что здесь, блин? Вы можете сказать, что дело в том, что ее вторая рука занята. Да, это так. Вторая рука ведет коляску. Но почему бы не взять ребенка и не посадить его в коляску, чтобы исключить возможность его падения и смерти? Серьезно, этот клип можно использовать как основание лишения родительских прав. Но ей повезло, что я не люблю детей. Я больше по курочке. Я однажды уйду, ты даже не заметишь. Я такая одна, меня никем не заменит. Будешь искать меня вечно, но ты не найдешь. Даже гугл не поможет решить этот вопрос. Зато он точно поможет решить вопрос с тем, что на скейте нужно стоять ногами. Ты попробуй. Беспрецедентный случай, дамы и господа, беспрецедентный случай. Дело в том, что клип на 100% правдив. Я согласен с каждым словом, которое она сказала, именно сказала, а не спела. Она сказала, что она уйдет, и она ушла. Я больше никогда не включу этот клип снова. Она сказала, что я не замечу, и я не заметил, потому что мне насрать. Она сказала, что она незаменима, и это тоже правда, потому что никто никогда не сможет сделать нечто подобное. И никто не должен. Никогда. Это был Камертон Треш. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok